Прям настоящий поцелуй? Все, Андрей, спасибо, давай. Орет на нас вечно, за что? Я не ожидала, честно. Слушайте, а вы вообще пробовали человечину? В общем, это было неловко. Поцеловалась с другом за бредный сайт. Слушайте, а вы не хотите сфотографироваться? Ну, память. Не хотите, ладно? Вы точно не вампир, молодой человек? Всем привет! Это шоу «Мама Купер Айс Драйв». Короче, МКАД. Сегодня у нас в гостях Карина Аракелян. У-у-у! Всем привет! Я Карина, и мы, как обычно, выезжаем импровизировать и удивлять незнакомцев. Смотрите наше шоу эксклюзивно в Яндекс.Эфире. Ну что, поехали? Поехали! Рубрика «Есть контакт». Мама, Саша и Софа задают гостю по три вопроса, которые относятся к его характеру, вкусам, привычкам и так далее. Гость отвечает, а затем звонит любому человеку из контакта в своем телефоне. Взявший трубку, должен ответить на этот же вопрос. Если ответы не совпадают, гость откусывает от острейшего перца. Если ответы сошлись, то гость может сделать глоток молока. Поясняем. Молоко очень хорошо снимает жжение от острой еды. Карин, какой твой главный страх? Ой, слушай, насчет страха я сразу предупреждаю, я буду много балаболить. Страх у меня, наверное, на первом месте стоит эта бессонница. Я очень боюсь бессонных ночей, потому что в последнее время, точнее не в последнее время, а раньше, я очень часто ходила по клубам, по тусовкам, и у меня очень сильно сбился режим. Из-за этого у меня были какие-то мысли странные, и я не могла нормально засыпать. А сейчас у меня боязнь того, что это повторится заново. Интересно, кто-нибудь из твоих контактов знает об этом? Я не знаю. Давай, звони. Кому будешь звонить? Ага. Опа. Так, надо было утром, чтобы попала рот. Хорошо, давайте я позвоню... Ну, кто об этом знает? Наверное, Илья Белов. Давай, Илья. Отлично. Давайте Илье. Алло. Илья, привет. Привет. Смотри, я тебе сейчас задам вопрос обо мне, и ты должен будешь ответить, какой у меня самый главный страх, чего я боюсь. Реально, боюсь, я тебе говорила об этом не один раз. Ну, я боюсь о смерти, я не знаю. Нет. Что? Одна помутка? Да, одна. Да, и исходя из этого, я боюсь чего? Исходя из этого, я боюсь чего? Пригроков. Нет. Чего приходящего? Ладно, ладно, все. Хорошо, все. Но он был близок. А что он первое сказал? Страх смерти. Но у меня не было страха смерти никогда. Но это было близко. Понимаете, из-за того, что он говорит, то, что мерещится, там, призраки и так далее, это как раз-таки относится к тому, что вот всякая бессонница, офигонница, но, я думаю, не засчитана. Когда он начал говорить про фильмы, я думаю, очень справились с каждым. Да. Слушай, я хочу порадовать. Давай, Сашинка, прекрасно. Смотри, кусочек кусай. У тебя будет молоко? Сейчас не будет жечь, потому что это кончик. Да. Ой. Все так говорят, кстати. У нас первые все время. Во-во-во-во, так всегда у всех такая реакция. Ой-о-о. Кончик был не острый, я вам признаюсь. Ты не говоришь, что ты ненавидишь этот перец, как у нас все остальные гости? Он под конец похож на болгарский. Жжет ужасно, но мне нравится вот этот вкус острого. Да? Так что, я думаю, нормально. Тогда давайте скорее приступим к следующему вопросу, чтобы ты смогла, в случае правильного ответа, попить молочка. Ага. Карин, такой вопрос. Какой длины твои ногти в сантиметрах? Слушайте, я даже не знаю, о линейке вы с собой не понимаете. К сожалению, я делаю обычно длину максимальное наращивание, то есть, когда вот эти вот штучки мне приставляют, я делаю максимальное. Это, по-моему, шестерка, что ли. Это, я не знаю, сантиметры, я не знаю, честно говорю, я сама не знаю ответ на это. Мне кажется, смотри на глаз, мне кажется. Нет, ну сейчас не такие длины. Сейчас сантиметра два, нет? Два сантиметра, да. Нет, ну сейчас, да, но обычно. Три сантиметра давайте пусть будет. Но я реально не знаю, кому можно позвонить в этом. Не знаю, Саша или Софья. Мои ногти вышли сейчас. Давайте я маму позвоню. Давай. Слушайте, ну очевидно же, кому можно позвонить. Ну вы что, девочки? Кому? Ну как кому? Не знаю. Ааа. Кому? Кому можно позвонить узнать. Маме позвоню. Кому? Маму. Лично я позвонила в мастеру маникюра. Ну ладно. Я с ней не так общаюсь, у меня нет ее номера. У меня она спит обычно часов до трех. Все, поняла. Алло, мам, смотри, я сейчас снимаюсь в шоу. Мне надо, чтобы ты ответила на вопрос, как бы на него ответила я. Смотри, как думаешь, сколько сейчас сантиметров у меня ногти? Как думаешь, сколько сантиметров я назвала? Так, у тебя у нас тут три. Три сантиметра, да? Все, все, спасибо, мам. Давай, спасибо. Это все? Да, да, все, спасибо, мамочка. Ну вот, ага. Давай, пока-пока. Ничего себе, как себя мама так знает. Прямо. Так, два, три. Награда? Молочко, потому что молоко снимает Женя. Но у меня до сих пор жжет нормально так язык. Мама тебя спасла. Мама спасла меня реально, да. Офигеть. Если бы мы два там назвали. Ой, какое красивое молочко. Оно еще все восхищается. Все нравится. Да? Да. Ладно не облиться в этом жопу. Реально, оно как будто молочный коктейль какой-то. Супер. Следующий вопрос. И так. Собочка. Карин, назови, пожалуйста, твой самый большой провал или самую большую ошибку. Большая ошибка? Ой, слушайте, я даже не знаю. У меня не было такого никогда. Ошибок никаких. То есть, ну, я всегда принимаю то, что я делаю. Я не считаю это ошибкой, наверное, потому что если так произошло, или если я так сказала, или где-то облажалась, то так и должно быть. Я вообще не считаю это каким-то этим. Ну, давайте, пускай будут сливы мои. Когда взломали мою социальную сеть и слили мои фотографии. Арина Данилова? Ну, наверное. Мне кажется, она вообще не знает. Ну, мы с ней обсуждали просто слив. А, обсуждали? Так, ладно. Давайте, давайте с ней тогда. Ну, как Арина считает сама? Ну, мне кажется, она не ответит, наверное. Ариночка, привет, солнышко моё. Привет. Ты можешь говорить? Смотри, я сейчас в шоу снимаюсь, и мне надо, чтобы ты ответила на вопрос, как бы на него ответила я, по твоему мнению. Да, окей. Смотри, о чём я жалею? Мы с тобой это обсуждали. О, бля, мне кажется, ты жалеешь о каком-то конфликте, скажи, да, если я двигаюсь в правильной руке. Конфликт? Слушай, ну, да, вот что-то наподобие этого, но после этого я стала обсуждаемой очень сильно. Возможно, ты жалеешь о том, что была ситуация, которая связана была с Андреем, когда вы позорились очень. И до того, что ты поцеловалась всем другом. Вот, это не то, не то, не то, смотри, это личная одна попытка. Я говорю, связано, Аришечка, с интернетом? Вот то, что обсуждали все, типа, капец, вы это видели, вы это смотрели, вот такое. А, ты снимала видео, и ты с подругой доходила на стайл. Всё, мне кажется, надо... Всё, уже всё. Хорошо, ладно, Ариш, я поняла. Спасибо большое. Хорошо, понятно. Всё, я потом увидишь, если что, я тебе напишу, угадала ты или не угадала. Давай, Солнышка, давай, пока-пока. К сожалению, было много, выжило все мои секреты. Выжило все мои секреты. Нет, главное, говори, давай, говори, можно, можно. Ну, ты поцеловалась друг. Не-не-не-не. Поцеловалась с другом, запретные сайты. Я, кстати, об этом не вспомнила, зато Арина вспомнила. Это тоже можно было назвать то, о чем я жалею. Реально было так такое, что я снимала переписку на свой канал, и там запалился сайт 18-плюсный. И все такие, что это, что это было? Да, ну ладно, Арина не угадала, я опять что-то ем, да? Да, не что-то, а то же самое. То же самое? Ты просто кусаешь, да. А молоко мне нельзя трогать, да? Молоко не угадает, никто нет. Тот же самый? Ну, любой. Как и хочешь. Лайк. Он еще... Он еще... Ужасно мне. Очень жестко. Ужас. Кошмар. Карина, из-за чего ты сильнее всего конфликтовала с родителями? Ой, слушай, я вообще в детстве очень часто с родителями конфликтовала из-за того, что была таким взбудораженным ребенком, который постоянно кричит, который постоянно вечно чем-то недоволен. Но какая-то ситуация, о которой я умалчиваю, до сих пор изменила вообще у меня отношение ко всему этому. То есть не было даже... Даже если я понимаю, что я что-то делаю не так, я никогда в жизни не накричу на родителей, не отвечу им как-то, типа, когда хамила. Была ситуация, о которой я никому не рассказывала, когда я сильно повысила голос и сказала, мне нужно говорить то, что не нужно. И сказала я это очень грубо и громко. И после этого я сильно поссорилась с родителями. А так ситуация, которую, я думаю, знают все, кому я могу, в принципе, позвонить, это то, что я не ответственна. Не могу брать за собой тарелку. Я не могу там вовремя убрать косметику, которая у меня стоит, часами просто все в раковине, у меня все тени, все навалено, везде у меня постоянный беспорядок. И вот это всегда выбешивает родителей, что я очень часто все не убираю за собой, наверное, не ответственна. То есть из-за того, что ты безответственна, и ты конфликтуешься? Да. Вот из-за этого у меня частые конфликты, в основном с мамой, потому что... Слушай, я думаю, ты можешь позвонить родителям, но маме уже нельзя. К папе я не смогу звонить, потому что он не любит участвовать. С сестренки, да. Позвоню Полинке. Полиночка, привет. Привет. Я сейчас снимаюсь в шоу, и мне нужно, чтобы ты ответила на вопрос так, как на него бы ответила я. Из-за чего я чаще всего конфликтую, ну, у меня конфликты с родителями? Наверное, из-за всяких тустовок, на которые ты ездишь поздно. А дома чаще всего что происходит? Последний шанс? Орет на нас вечно. За что? Что мы не делаем что с тобой? Уборку. Ага. То есть? Не убираемся в комнате. И? Где еще? На кухне. Молодец. Все. Полиночка, давай, я тебя люблю. Пока. Пока. Слушай, я не знаю, сейчас засчитываем, нет? Я не знаю. Ну, это... Смотри, давайте мы тебе это засчитаем. То есть, может, попить молочко, может, не пить, если не хочешь. Ну, это, да, мне пожелательно. У меня язык весь горит. Давай, вот. Давай, хорошо. Но в следующий раз тогда без таких сил. Хорошо, хорошо. Все, давай. Да, но меня, понимаете, все по телефону палят вечно. Какая я там агрессивная, что я делаю, с кем я целовалась. Ну... Кстати, это интересно даже послушать. Интересно, да. О моей жизни, мне кажется, подписчики Саши Исовы узнают все больше и больше, мне кажется. Да. Скоро сливые об этом будут. Кариночка, сколько раз ты расставалась с парнем? Четыре. Четыре. И последний, четвертый был окончательным. Звоню... Это ты про одного парня говорили? Про одного, про Андрея. Угу. Да, мы больше не общаемся вообще. Четыре раза ничего. Четыре раза ничего. Нет никакого. Я уже... Ты просто недавно, я помню, говорила, что... А мы решили не выставлять на показ, что мы расстались, как бы, ну... Мы расстались, но не нужно об этом говорить, я считаю, в очередной раз. Ну, тут и так все уже понятно будет. Давайте Андрей Сморжок. Угу. Лучший друг Никиты Златоустов. Давай. Давай. Думаю, Никита тоже сегодня. Алло. Андрей, привет, слушай. Я сейчас снимаюсь в шоу, и мне нужно, чтобы ты ответила на вопрос точно так же, как бы, ответила на него я. Ты вроде как бы и знаешь о моих отношениях бывших. Как ты думаешь, сколько раз я ссорилась или расставалась с Андреем? Ну, расставалась скорее. Число, которое прям вот по твоему мнению в голову лезет. Дважды. Дважды. Два раза. Да. Все. Спасибо, Андрей. Давай. Пока-пока. Я кусаю перец, правильно? Да. Это было больше. Ты прям сказала, как будто он угадал. Все, Андрей, спасибо. Давайте. Надо блокировать. Давайте. Я кусаю. Перчик. Все его так вкусно едят. Прям хочет. Девочки, вы решили меня это. А если вы позовете кого-нибудь, у кого непереносимость острова? Мы уже звали. У нас половина будет. Он не любит перец. Аминь. Это самая нелюбимая его еда. Это ужас. У меня дедушка, он всегда ест перец. Вот прям кусает его, прям полностью в рот. И я не понимаю, как... Ой-ёй. Слушай, я не пробовала перец никогда. Попробуй, Сашенька. Мне всегда хочется его так и сделать. Я думаю, блин, там, наверное, очень острый. Я боюсь пробовать его. Я не ожидала, честно. В молоке нельзя, да? В молоке нельзя, поэтому быстрее следующий вопрос. В каком возрасте был первый поцелуй? Лёгкий вопрос. Одиннадцать лет. Прям настоящий поцелуй? Ну, это не настоящий. Настоящий в двенадцать. Разница велика. Двенадцать-тринадцать. Давайте так, должно было исполниться. Так одиннадцать, двенадцать или тринадцать? Давайте двенадцать. С мальчиком настоящий поцелуй. С мальчиком настоящий поцелуй. С мальчиком, да, настоящий поцелуй. Но я не знаю, кому я вас... Ты не встречалась или это было так, игра? Нет, просто так. Ну, как игра. То есть не было как таковых отношений. Маша Элвис, давайте. Нет, она мои истории сегодня смотрела. Значит, не спит. Машечка, привет. Слушай, я сейчас снимаюсь в шоу, и мне нужно, чтобы ты ответила на вопрос так, как бы ответила на него я. Маша, как думаешь, во сколько лет, по твоему мнению, у меня был первый поцелуй? Сложно. Ну окей, в двенадцать, не знаю. Все, в двенадцать лет, Машечка. Давай, люблю тебя. Давай, покажи, пока. У меня вообще, что происходит? Я говорю, что это попадает все. Реально, я не знаю. Я молоко, да, могу? Такое ощущение, что у меня в телефоне подслужка, а не вот тут наклеено. Мы подъезжаем к очереди в МакАвто и немного подостаем тех, кто в ней стоит. Первым, конечно, идет гость, мы же воспитанные люди. Но перед этим из нас троих он выбирает своего оппонента, который будет следующим участником рубрики. Цель – продать водителю машины в очереди какую-нибудь мелочь. Сложность в том, что у участника в ухе наушник. Его оппонент в машине говорит фразы, которые участник обязан использовать в своей продаже. Если водитель отказывается общаться, то участник идет к следующей машине и так 5 минут. Затем участники меняются. Побеждает тот, кто продал предмет. Проигравший получает наказание – съесть луковицу целиком. Если никто не продал плакат, участники делят наказание между собой. Ну что, мы приехали к нашей первой импровизационной рубрике. Прежде чем ты пойдешь к водителям автомобилей, ты должна будешь выбрать своего соперника, то есть либо Сашу, либо Софу. Кто это пойдет делать после тебя? Саша. Саша? Саша, точно. Ты сегодня. Спасибо, я тебя тоже люблю. Ну, вы мне объясните, что придется делать, потому что мне как-то уже страшно. Там какие-то, я смотрю, в очереди мужики злые, чтобы меня там не похитили. Ну, ты зрительно выбирай, к кому ты пойдешь. Ну, очередь, я думаю, уже поменяется. Я поделюсь уже к кому-нибудь в конце, чтобы я это побольше могла чего-нибудь наговорить. Ну и продавать вы сегодня будете барабанная дробь. Рынь и танцы. Рынь и танцы. Вы чувствуете, как они воняют на всю машину. Это в любом случае лучше, чем трава. Это безобидно, мне кажется. Девочки, я вам сочувствую. Я не представляю, как это можно продать. Но мне кажется, купят именно там из жалости. А есть, а бывает такое, что не покупают? Нет, покупают всегда. Ну, вообще, покупают. Ну, это самое жесткое, потому что, блин, кто купит рыбью в башку? А в основном просто деньги дают и все. Я говорю, иди отсюда. Иди отсюда, просто попрощай. Так, что мне сказать? Здравствуйте, я продаю рыбную голову. Я очень хочу, чтобы вы ее купили. И дальше фраза, да? Да, и дальше фраза. Все, давай. Ой, ***. Слушай, если что, сразу к нам не иди. Извините, можно? Здрасте, мне очень нужно вам втюхать вот эту вот тупорилищую рыбную голову, чтобы вы купили у меня дороже 50 рублей. Ее звали Генрих. Это очень странно, но мне очень нужно. Вам нужно просто 100 рублей? Ну, чтобы вы это взяли и просто выкинули куда-нибудь. Очень, правда, нужно. Это реально бред, но мне очень нужно. Выкиньте, пожалуйста. Ее звали Генрих. Спасибо большое. Вот тут я не использовала, блядь. Все уже, ***. Все, 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 все. У меня купили, у меня купили. Но я ни одной фразы не использовала, к сожалению. Да. Но самое главное, что у меня забрали эту рыбу и сказали, что за фигня вообще. И все. То есть забрали ее? Забрали ее. Забрали? Забрали рыбу. Купили у меня рыбу. Ну, расскажи там чуть-чуть. Слушайте, ну это капец. Во-первых, ко мне подошел водитель и сказал... Ну, не подошел, я к нему подошла, естественно. Он сказал, что что за фигня вообще. Я сказала, что мне это нужно вам тюхить. Но втюхать. Ну, посмотрим, как я справлюсь. Может быть, я не продам, сразу не использую. Да. Но понимаешь, что он мне как-то прям в глаза смотрел, что я реально не могла. И мне кажется, что самое главное, если бы подошла какая-то девушка, да, и видно было, что она, возможно, там, что ей нужны деньги. А когда я подхожу, такая взбудораженная, с наушником, с айфоном 11 в руках, с ногтями, сразу понятно, что что-то снимается. Ну что, Саша, Карина продала рыбу, хотя всем казалось, что это невозможно сделать. И сейчас твоя очередь. Я не знаю почему, я слишком давно ходила. Я ходила, когда был только Володя. В первом выпуске Саша ходила. Кстати, если не смотрели, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании. Ладно, короче, друзья, все, некогда говорить. Карина мне звонит, наушники в ушах. Я пошла, беру рыбку. На самом деле... Ап, леха-муха, она какая-то вообще стреляет. Извините, пожалуйста. А вы не купите у меня эту рыбу, мне просто нужно продать. Остальное уже съела. Остальное я вот уже съела, вот что осталось. Но она хорошая, а правда, нет, лицо, да, очень неприятно. Ладно. Рыбий жир в подарок. Извините, пожалуйста, не купите эту рыбу у меня. Рыбий жир в подарок вам обязательно, нет? 50 рублей всего лишь стоит, нет? Ладно. Я смотрю, вы хотите купить? Хотите, хотите коленом хрустнуть? Хотите, я умею коленами хрустеть. Хотите я вам хрустну? Нет, правда, давайте. А давайте я вам спою, спою. Никто не снимает. Хотите я вам спою, могу спеть. Могу вам фары протереть. А теперь танец. Продать вам эту рыбку. Скажи, вы какой-то известный актер, я вас знаю. Ну, просто мне мама сказала, что если я... А, вон. А, вон. Правильно, ладно. Все, свалили, Кайф. Извините, пожалуйста, не купите у меня эту рыбу. Всего лишь 50 рублей, не купите эту рыбу у меня. Вы так красиво лысеете. Ой, вы такие красивые, ну купите, ну 50 рублей всего лишь стоит, правда. Нет, никакого подвоха нет, правда. Просто мама сказала, если не продам, она меня домой не пустит. Петушара. Её зовут Генрих. Вы не думайте, её зовут Генрих, хорошая рыбка. Она желание исполняет, она волшебная. Нет. Она волшебная, она желание умеет исполняться. Мне нужна. Хотите их коленом хрустить? Да не надо. Да нет, не надо. Ну я, может, вам фары протеку. Купите. Нет. Нет. А теперь танец. Просто так? Безусловно? Нет, так. Да нет, спасибо. Хотите танец вам станцию? Ладно. Как походу я лукаем сегодня. Извините, пожалуйста, а вы не купите рыбку у меня? Она Диором пахнет вкусно. Хоть вон перебьёте. Что-то так воняет. Нет, не хотите. 50 рублей всего лишь стоит. Вчера пиву пила, не даю. Извините, пожалуйста. Не купите рыбу. Всего лишь 50 рублей. Накормите всю семью. И оберег от сглаза это. И хорошее настроение навезения обеспечите. Нет, 50 рублей всего лишь. Петушара. Пожалуйста, купите. Петушара. Всё. До свидания. Я не буду больше продавать. Всё. Ну что, можете сказать? Он угорает, там сидит, смотри. Где? Этот семейц, конечно. Да, он угорает. Он понял, что этот пранк? Блин, вот все такие... Я ем лук, что ли? Да. А я думала, что Карина плохо делает. Ну что, к сожалению, Саша проиграла, поэтому ей нужно будет выполнить наказание, а съесть луковицу. Причём прикол в том, что я думала, что я хотя бы деньги получила, но не продала, но оказывается мне даже деньги не дали. Ну, это очень странно, что Саша потратила на это достаточно больше времени, нежели чем я. Я получила 150 рублей, и в последний раз мне удалось втюхать рыбу, мужчина её вообще в бардачок положил. Я подумала, он вообще её выкинет. Он берёт её в бардачок, складывает, и такая, понятно, круто. А Саша, она ещё и нервы к тому же потратила. Да, но несмотря на эмоциональное потрясение, к сожалению, задание есть задание, наказание есть наказание, и поэтому, Саша, тебе придётся есть луковицу. Да. Давай. Ну я перца наелась, так что... О, как пахнет на всю машину! Ужас! Нет, похоже вкус... Нет, вкусно. Вкусно пахнет! Чёрный хлебушек ещё вообще... Чёрный хлеб, есть чуваки! Давай, Саша, ты смотришь. Я в тебя верю, что он не вырвет. Я в тебя верю, что он не вырвет. Вот так прям, да. Представь, что ты буратино или там кто, чиполино. Буратино! Я лук начисто никогда не пробовала есть, то есть я его если только куда-то добавляю. Жвачка есть хотя бы? Нет, жвачки нет, Саша. Будешь сегодня на нас дышать луком. Спасибо! Не за что! Хорошо, что я не участвую в этой рубрике. Воняет же сейчас будет на всю машину, уже воняет. Саша уже съела почти половину. Давай немножко, Саша. Я в шоке. Саша, ну ты конечно если... Давай быстрее, Саша, воняет. Смотрите, ребята, мне ещё... Тут какой-то чеснок внутри. Что это? Чеснок, это лук. Какой-то чеснок внутри. Саша, 17 лет, тут ещё чеснок. Фу, какая вонь на всю машину стоит. Да, хуже, чем от рыбы. Уже горько во рту, очень горько, очень противно. Но рыбкой заедешь. Аж так хрустит, капец. Можно жвачку, пожалуйста. Ну ты считай, выполнила, выполнила. У меня жвачки нет, Саша, к сожалению. Карин, следующий вопрос. Расскажи, пожалуйста, о самом неприятном поступке по отношению к тебе. Какой это был поступок? На самом деле было очень много неприятных ситуаций. Но, наверное, первое, что я на первое место поставлю, это унижение в школе насчёт блога. Всегда они воспринимали моё творчество всерьёз. Всегда говорили, что у меня ничего не получится. Всегда назвали меня каким-то говном. Передразнивали. И говорили, что, в принципе, это полная брехня. Что, ну, как бы, у меня всё пойдёт по заднице. И что это всё даже не считается хобби. Что я это делаю тупо ради того, чтобы меня считали какой-то крутой. Но это было совсем не так. И об этом знают все. Но просто нужно подумать. Потому что я даже первая не догадалась об этом. Сейчас я посмотрю, кому мы сможем позвонить. И кто, в принципе, сможет... Можно нагласников звонить? Мне кажется... Ага. Привет. Так. Никита Златоуст. Давай. Да, давай. Да, Карина, привет. Никита, привет. Слушай, я сейчас снимаюсь в шоу. Мне нужно, чтобы ты ответила на вопрос так, как я бы на него ответила сама. Как ты считаешь по твоему мнению? Давай. Давай. Короче, смотри. Какой самый был неприятный поступок по отношению ко мне, который мне запомнился? У меня даже отдельное видео на канале об этом есть. Я тебе говорила. Ага. Так, ребята. Ну, ты не любишь предательство. И не любишь... Любишь... Вова. Нет, смотри. Предательство, вот ты был близок. Предательство... Я знаю, я знаю, я знаю, я знаю. Сейчас тебе отвечу. Короче, самый неприятный поступок, который с тобой произошел, это когда-то вошла в квартиру, а там везде расбросаны опилки, морская свинка в аппите. Никит! Ну, серьезно! Никита! А поздно! Попытка была одна. Все, ладно, давай, Никит, сойдет. Почему Никита сказал, что морская свинка в афиге, вся семья в афиге, я записывала раньше, мы очень хорошо с Никитой когда общались, голосовые сообщения. И там было голосовое, где я как-то то ли со стула упала, то ли что, и моя морская свинка, которая у меня раньше была, она от резких звуков вот так носилась быстро по клетке. И по всей клетке разлетелись опилки, я давай ему записывать голосовое сообщение. Но Никита отшутился, видите, правильно он не ответил, поэтому я кусаю перец, правильно? Если честно, вот мне кажется, что перец лучше, чем лук, потому что перец ты потерпел и все, а лук он остается у тебя все равно в желудке, вот во рту, поэтому перец лучше. Могла бы хоть перец есть. Господи, как вот мне вот это не нравится, остро, ужасно остро. Мне кажется, ну ты бы что выбрала, Карина, перец или лук? Лук. Да? Я не пробовала до этого перец просто. Смотри, последний вопрос, он максимально простой, но из контактов, из своих контактов выбираем мы, человека, и ему звонишь, да. Хорошо. Вопрос. Я уже знаю, кого мы выберем. Нет, не Андрей, я не буду тогда. Не, не, не Андрей. Хорошо. Твой вес. Мой вес 50, сейчас скажу сколько, сегодня утром вставала, 57,3. Ну, 57 давай. Ну, 57, да. Девочки залезли в мой телефон, я не знаю там еще как, но... Аня Драня. Аня Драня? А, ну она у меня так подписана. Андреэль. Окей, да. Ба Андрея. Бабушка Андрея. Ты ее любишь? Кого, бабушка Андрея? Да. Ну, я нормально к его семье отношусь. Губы. Губы, ну... Все понятно. Тут все понятно. Это мой косметолог, который мне губы делал. Дима Масленников. Дима Масленников. Дмитрий лайк. Дмитрий в скобочках лайк. Это из лайка, из лайка вот этот главный мальчик. Жанна психолог. Это мой психолог. Да, мой психолог. Дядюшка Виталин. Дядюшка Виталя, но я его постоянно Виталин называю, мне так больше нравится. Золотопупс. У меня, кстати, тоже он так написал. Золотопупс, да. Почему нет? Хакер Инста Илья. Взламываю. Хакер, который помогал мне восстановить мой инстаграм, когда у меня его взламывали. Канал Москва24. Они точно знают твоими. Ага. Классная руководительница. Ой-ю-ю. Концерты. Концерты, не знаю, это, по-моему, организаторы какие-то, которые по бартеру ходят блогеров. Курсы макияж. Курсы макияж, что я на курсы ходила, но у меня ничего не получилось. Просто чисто все контакты, сердечки здесь все. Я на всех стикеры стала. Мы до этого листали чьи-то контакты, только одно сердечко. Да, у нее только одно сердечко там у кого-то. И только какой-то подружки. Да ну ладно. Рома, парень Маши. Он точно знает. Парень Маши Элвис. Так, Наумов какой-то. Ой-ой-ой. Что, кто это? Ну, я не могу сказать, кто это, но Наумов это... Давайте ему и позвоним. Да, давайте позвоним. Давай ему позвоним. Блин. Ты так не смущалась? Мне кажется, самое то. Да, абсолютно. Блин. Ну, ты ему... Набираем. Ладно, набираем. А, ну Саша! Это ужас, конечно, ладно. Придите, бывший. Алло. Алло, Артем, привет. Можешь говорить? Да, да, могу. У меня просто я не слышал когда-то два раза. Весь плохая. Слушай, скажи, пожалуйста, вот я сейчас снимаюсь в шоу. Ты сможешь ответить на вопрос, как бы на него ответила я. Как ты думаешь, какой у меня вес? 55. Все. Хорошо, спасибо большое. Давай, пока-пока. И он не угадал, потому что все думают, что я супер-мега-худая, но в последнее время я очень много жру, как свинья. Поэтому я вешу 57. Ну, я действительно весила 55, поэтому я опять же кусаю перец. Последний раз на сегодня. Ну, итак, я кусаю перец за Артема. Угу. Блин, ну вы издеваетесь надо мной. Кариночка, Соня. Ой, я тут какое-то прям такое пожёстче. Это последняя третья рубрика на сегодня, где Карине и маме предстоит проявить высшую степень твоими бреведовцами. Рубрика «Автостоп». Участники по очереди останавливают водителей на обочине по выдуманной причине, якобы нужна помощь. Остальные из другой машины по наушнику диктуют, как себя вести. А ещё в фразы и действия, которые участник обязательно должен использовать в разговоре с незнакомцем, который остановился. Побеждает тот, кто дольше всех поддержал общение с незнакомцем. Поэтому поддержите лайком и подпиской, чтобы это увидеть. У меня всегда, если честно, были траблы со взаимодействием с какими-либо людьми. Потому что, когда я начинаю импровизировать, я очень сильно увлекаюсь. И начинаю вести себя ещё в тысячу раз херове. Я надеюсь, что сегодня не будет так. Всё будет хорошо. Главное слушать, что мы говорим. Да. Всё, это капец. Я начинаю волноваться. Сейчас человек остановится, кто захочет тебе искренне помочь. Здрасте. Не поможете мне, пожалуйста? Да у меня машина, я не пойму, то ли заглохла, то ли что. Черти сухопутные. Фраза. Какие-то черти сухопутные. Реально, я не понимаю. Барабань по капоту, любой мотив. Да я не понимаю. Реально, дичь какая-то. Мне вот недавно её подарили. Скажи правду, откройте букву R. Откройте букву R, реально. Какое-то поле чудес какое-то, я не понимаю. Сфотографируйся с человеком. Слушай, а вы не хотите сфотографироваться на память? Нет. Не хотите? Ладно. Короче, дичь какая-то. Я не знаю. В багажнике тело, говори. Слушай, вообще в этой машине мне целый день кажется, что в багажнике тело какое-то. Реально. Я не понимаю. Реально какая-то фигня, молодой человек. Ходи как пингвин. Вы вампир? Скажи, вы вампир? Короче, фигня какая-то. Короче, блядь, пингвин есть. Вы точно не вампир, молодой человек? Нет. У меня не получалось. У меня не получалось, честно. Пах, Каринка, похвастайся ногтями. Вы видели мои ногти? Как вам? Я знаю, вижу, что вы модница. Да, спасибо. Внешность хоть нормальная, красивая? Короче, капец, блядь, блядь. Ребята, что за фигню я делаю? Не сопротивляйтесь, скажи ему. Не получается? Не сопротивляйтесь. Скажи, пробовали человечину? Слушайте, а вы вообще пробовали человечину? Я просто да. Я под прикрытием. Я реально как под прикрытием каким-то. Открой, закрой дверь пять раз. Ну как, фигня? А где сериус у нас недалеко? Что? Сериус где, смотрите. Да ладно, молодой человек, я уже сама разберусь. Спасибо вам большое. Можешь куда-нибудь подкинуть? Не, не надо, не надо. Я разберусь сейчас, буду звонить. Спасибо большое. Обними капот. Спасибо. Спасибо большое. Все. Блядь, ну и отец какой-то. Ура! Сейчас, погодите, он это, он уедет, а то он на меня смотрит, наверное. Все, ладно. Слушайте, ну это какой-то капец. Мне так стыдно. Я ни разу в жизни так... Еще человек, реально видно, что он как бы видит, дура какая-то попалась неадекватная. Я ему давай спрашиваю. А что ты думал про блогеров? Про блогеров, да. Он заметил, что я с кем-то разговариваю, что мне наушник и на телефоне на блокировке звонок с кем-то. Я говорю, спасибо большое. Я еще начала спрашивать вот эти вот ваши, как вам ногти, как вам мои волосы, как вам мой макияж. Он говорит, ну я вижу, что вы такая стильненькая. Спасибо. В общем, это было неловко, но такое ощущение, как будто бы я разговаривала с уже знакомым человеком. Доброго вас, да? Да, да. Но они все подъезжают добрые изначально. Слушай, что тебе было сложнее, продавать рыбьей головы или здесь? Продавать рыбные... нет, слушайте, наверное, здесь. Потому что, когда вы говорите эту фразу, я не понимаю, что мне делать. Но, как бы, я прикидываюсь еще дурой. Как бы, когда вы говорили пять раз, открой-закрой дверь, я начинаю это медленно делать. Типа, я просто волнуюсь, чтобы он этого не заметил. Но все равно я выполнила, и я считаю, что это все равно. Да, ты вообще молодец, это неплохо. Да, Карин, топ. Я потихоньку теряю сознание. Мама, удачи тебе желаем, надевай наушники и вперед. Уже? Здрасте. Не поможете, что-то машина не заводится. Вопрос, это какой город? Это город Москвы. Да что-то заглохло, не могу завести. Это какой город? Это город Москвы. Ой, ну, в смысле, да-да-да. Все уже. Сделай лунную походку. Да-да-да, сейчас. Сейчас-сейчас-сейчас-сейчас. Сажусь. А я с собакой дралась. А бензин-то есть? Да-да, есть, бензин есть. Вчера просто с собакой подралась. Она около машины. Она так, она мне большая. Просто, может быть, это, знаете, как с разбегу прыгнула. Вот, я думаю, мне кажется, что-то испортило. Мам, встань и делись с воображаемой собакой. Собака эта. Черт бы ее побрал. За базар надо отвечать. За базар надо отвечать просто. Крякни три раза. Если есть бензин, все крутит, значит, не подается на что-то с электрикой. Короче, крякнула она у меня. Кря-кря-кря называется. Да нет. Спасибо за комплимент. Ладно, спасибо за комплимент. Буду сейчас что-то думать. Спасибо. Подкинь кроссовок и поймай. О, все, да. Подкинь кроссовок. Сейчас. Блин, ***. Что-то попало в ногу. Не знаю, заглохло посреди дороги. Не могу понять, что такое. Не заводится. Гном Гномыча жалко, да? Моя любимая машина. Зову Гном Гномыч. Жалко Гном Гномыча. Недолго он прослужил. Понюхай асфальт. Не знаю, вот. Как раз и надо узнать, почему. Может я вот думаю, что-то пролилось? Нет. Ну-ка. Может и не смотри, ничего не пролилось. Да? Да. Асфальт сейчас так воняет. С Новым Годом. Все, как говорится, с Новым Годом вас, с новым счастьем. Новую машину надо теперь, я так чувствую. Кланяйся проезжающим машинам. Значит так, поверите мне, я хоть самый механик, скажу честно. В дорожных условиях данный автомобиль не ремонтируется. Ага, надо в сервис, да? У вас что, робот, коробка? Ой, спасибо тебе, называется. Извините, пожалуйста. Нет, это я не вам. Армия тьмы на подходе. Я чувствую, армия тьмы на подходе. По сигналь машины. А сигналка вообще работает? Да, это у вас все работает. А сигналка, кстати, вот я сегодня пробовала. А, все. Делай вид, что толкаешь машину. Рычи. А может вообще там это? А если... Она вообще сдвигается с места? Не сдвинется, вы ее поставили на паркет. Да. А, ну тут точно что я делаю. За нами следят. Заточит вас до сервиса. О, до сервиса. Я боюсь, что за нами следят. У вас одну минуту. У вас автомат, так что до сервиса у вас нет. Рычи на небо. Это не, не, нежелательно. Хороший автомат. Полезен совет. Ага. Бедностью запахло. А? Вызовите эвакуатор. Эвакуатор. Да, откуда же у меня деньги, знаете? Бедностью называется запах. А, вообще есть. Сейчас мужу позвоню. Последнее, последнее действие. Встань в планку. Пожалуйста. Правильно. Встань в планку. Не починят. Да. Ну ладно, спасибо вам большое. Сейчас я еще вот тут посмотрю. Можете, не заглядывайте. Ничего нету. Все нормально. Ясно. Ладно. Спасибо вам большое. Буду сейчас думать, что делать. Ладно, спасибо большое. Сейчас буду вызывать. Спасибо. До свидания. Мам, ты красотка. Мама, ты вообще все сказала. Мама... Мам... Это что-то с чем-то? Это было капец вообще. Это ужасно. Мне кажется, все комментарии сейчас будут. У вас мама такая. Потому что правда... Я... Со вторым было более нормально. Потому что он не обращал внимания. Там были более-менее лальтовые фразы. А первому... Он заметил так уже. Он на меня уже смотрел. Какой город? Он мне говорит, это город Москва. И он уже подумал, что да. Что-то не так. Он поехал еще к нам, мы так напугались. Мама справилась за пять минут девятнадцать секунд. А Карина за пять минут двенадцать секунд. Разница... Молодец. Разница семь секунд. И потом побеждает Карина. Семь секунд. Молодец. Это очень круто. Это очень круто. Я реально не считала. Я даже забыла про то, что по времени это все у нас будет. Как бы я даже не торопилась особо. Я подумала, ну и ладно. В общем, вы обе молодцы. Справились со своей задачей на все сто процентов. Ну а мы хотим сказать, что если вам понравился этот выпуск, не забудьте поставить под ним пальчик вверх. Подписаться на этот канал. И на канал Карины. Не забывайте писать комментарии и кого вы хотите еще видеть в этом шоу. Это тоже очень обязательно. Потому что Саша с Софой хотят, чтобы это шоу все развивалось и развивалось, становилось круче и круче. Вот такие вот дела. А что вам понравилось из того, что делала я Саша в этом выпуске, тоже пишите в комментариях. Смотрите наше шоу МКАД эксклюзивно в Яндекс.Эфире. Ну и всем пока! Пока! Спасибо! Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.